Армяне Утром садишься за руль, начинаешь с молитвой, по-свойски, по-домашнему, да, вот, слава тебе, Господи, дай Бог, чтобы все было нормально, здоровья всем родным, близким, и начинаешь работать. Владимир Галаян живет в Хантамансийске. Как индивидуальный предприниматель, занимается организацией пассажирских перевозок и работает водителем маршрутного такси. Едешь, смотришь на дорогу, и начинается то ли воспоминание о прошлом, о родных, которых уже нету. Потом начинаешь думать различные идеи, смотришь вперед, дорога помогает. Иногда вот эта тишина, только взгляд вперед, дает возможность больше думать, что было сделано правильно, что было сделано неправильно, как дальше быть. Пока живу, пока дышу, этого невозможно, не скучать родиной. Также буду в другом месте, буду скучать про мой замечательный город Хантамансийске. Пока сердце побахает, пока живет любовь, не скучать не получится. Первые независимые армянские княжества возникли после падения империи Александра Македонского. В начале II века до н.э. появились царства Малая Армения, Великая Армения и Софена. В 1918 году была провозглашена независимая армянская республика, а с 1991 года Армения стала независимым государством. Армения для Владимира навсегда останется тем местом, лучше которого нет на земле. После распада Советского Союза в середине 90-х годов прошлого века родители Владимира Мартуна Римма Галаян в поисках лучшей жизни переехали в Россию, в Хантамансийск. В то неспокойное время многие граждане некогда могущественного государства искали свое место под солнцем. И семья Галаян не была исключением. Тут работал мой отец. И когда он позвал, решил приехать к отцу буквально на пару месяцев, ну максимум полгода. Приехал, когда увидел болото, комаров много, маленький город, разочарование. Ну, думал, месяцев два-три останусь и уеду. В итоге уже 20 лет, как живу в городе Хантамансийске и не представляю, как можно уже жить в другом месте. Эта земля для нас святая. Наш дом, наша гордость. Безусловно, у нас есть два дома. Это Армения, Россия. Для нас, вот Югра, Хантамансийск, это мой дом. Дом моих детей, за которого можно еще и задать. Земля. Она одна. И для нас, для всех она. Армения, Россия, Югра. Вот родина моя. Они для нас, как мать. Хочется перед ней на колени встать. Обнять. Нежно руки целовать и за все, за все спасибо ей сказать. Хочется ради нее жить, чтоб подвиги совершать. Умереть, лишь в обиду не дать. Но больше всего хочется жить. Мирно и дружно. Детей родить и внуками порадовать. И чтоб дети наши тоже, как и мы, смогли везде гордо встать. И миру всему, громко-громко, родину свою назвать. Армения, Россия, Югра. Армянская культура и ее обычаи уходят далеко в историю. Говорят армяне на армянском языке. Письменность у этой нации существует с начала V века. Собственный алфавит, по мнению ученых, составлен на основе арамейского письма. Армяне часто характеризуются как гостеприимные, дружелюбные, добрые люди, которые уважают старших, нежно относятся к детям и имеют сильные семейные ценности. Традиционная армянская семья – большая, патриархальная. Гостеприимство в Армении не ограничивается вежливостью и этикетом. Армяне считают, что гость отправляется от Бога. И чем лучше его примут дома, тем больше счастья и благополучия вернется к хозяину дома. Армяне, как и все представители Кавказа, дружный народ. И даже вдали от родины ищут возможности быть вместе. В Хантамансийске Владимир познакомился со своими земляками. Они основали общину Арарат, завели знакомство с национальными диаспорами города и стали проводить совместные благотворительные акции. Например, для участия в проекте «Русский язык. Ключ к братству», в котором нужно было показать свое умение рассказывать стихи или прозу, они пригласили всех жителей Хантамансийска. Лучшие чтецы произведений русских классиков получили бесплатные годовые проездные билеты на поездки в маршрутных такси города. Надо главное всегда вкладывать душу, делать это с любовью. И тогда заработаешь самое дорогое, что есть в жизни. Уважение. Заниматься благотворительностью Владимиру понравилось. И уже совсем скоро армянская община Арарат подружилась со всеми национально-культурными объединениями Хантамансийска. Мой друг Исмаил узбек. У него своя пекарня, и он умеет готовить вкусные узбекские лепешки. Вместе при поддержке администрации города национальные общины придумали очередную благотворительную акцию «Единство в милосердии» и стали проводить ее ежегодно по мере сил и возможностей. Ах, кто твой друг! Все вырученные деньги от концертов, продажи сувениров и блюд национальной кухни они отдавали общественной организации помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Я горжусь тем, что вместе с моей общиной, вместе с Советом национальных объединений, вместе с жителями нашего города нам удается сохранить себя и своим примером воспитывать молодое поколение, чтобы можно было быть уверенным, что хорошее продолжается. Мы все родственники, мы все сыновья, внуки, правнуки советского народа. А Россия и есть маленький Советский Союз. Мы правнуки-победители и мы сохраним, мы гордимся этой победой. Каждой весной в Хантамансийске Владимир Галаян собирает команду единомышленников, неравнодушных к памяти дедов и прадедов. Вместе они приводят в порядок могилки ветеранов Великой Отечественной войны, а заодно и других людей, кто покинул этот мир. Вот часто говорят, вот вы же не родственники. В этом случае я себя считаю внуком тех молодых парней, которые пошли на фронт, не успев влюбиться. А про них кто должен вспомнить? Ведь все, как родные братья, стояли друг за другом, стояли вместе, чтобы подарить эту великую победу. Вот представляете, какие чувства были у них, когда они вместе воевали или друг друга в жизни спасали. А за то, что сегодня мы посмотрели друг друга и сказали, что это не твой родственник, не грузин, он армянин, а это русский. Нет, это все наши деды. Это наше достояние, это победа. Мой дед с отцовской стороны, Володя Галаян. У него есть 22 внука. И среди 22 внуков выпала мне огромная честь быть наследником имени моего деда, тоже Володя Галаян. Дед мой родился в 1927 году, и во время войны он со своими друзьями рубили лес, возили, грузили и отправляли в фронт. И когда в 1945 году ему исполнилось 18, они с друзьями решили пойти в армию служить. Но директор колхоза вместе с военкомом районным пошли прямо из вагона, вытащили моего деда и его троих друзей. Сказали, что ребята, вы свое уже отслужили, и вы нужны сегодня в деревне. Помогите, чтобы все могли на ноги встать. Тем более у моего деда умерла мама, когда ему было 9 лет. Именно поэтому тоже. Его отправили домой, и он поднял на ноги своих семерых братьев и сестр, и потом родили и воспитали своих семерых детей. На сегодняшний день у него 22 внука и 39, если не ошибаюсь, правнуков. За все годы жизни в Хантамансийске в Армении Владимир побывал только однажды, чтобы проводить в последний путь своего деда Володю. И при каждом случае, когда что-то у меня получается, я обязательно голову поднимаю наверх, благодарю Бога и спрашиваю деда. Дед, ну как, доволен? Нет такого случая, когда я бы не обратился и не разговаривал с ним. Хотя уже 10 лет, как его уже не было с нами. В Великую Отечественную войну армянский народ дал 4 маршалов, более 60 генералов и 100 героев Советского Союза. Один из таких героев, 19-летний разведчик Гевург Вартанян, получил высшую награду за участие в секретной операции по предотвращению покушения немецких диверсантов на лидеров трех мировых держав – Сталина, Рузвельта и Черчилля. Этот важный исторический эпизод впоследствии вошел в основу художественного фильма «Тегеран-43». Всего же на фронтах Второй мировой войны воевало более 600 тысяч армян, половина из них домой не вернулась. В память о павших, с благодарностью ко всем солдатам и офицерам, кто боролся за победу, Владимир Галаян вместе с другими водителями старается по возможности 9 мая перевозить всех пассажиров по городу бесплатно. Мудрецы говорят, есть четыре вещи, которые невозможно вернуть. Это брошенный камень, сказанное слово, упущенный случай и время, которое прошло. Для Владимира Галаяна его прошлое навсегда оставило неизгладимый след. Трудности закалили характер, желание помогать людям стало правилом жизни. Не знаю почему, но я очень стесняюсь, когда слышу, что про меня там хорошие слова говорят. Я стараюсь быстро уйти, чтобы это все не слышать. Мне кажется, это неприлично. Вот о себя должны говорить твои дела, должны говорить окружение. А доказательством должен быть время, которое ты прожил. Время все показывает. Сегодня все самые дорогие и близкие Владимиру люди живут с ним рядом. Родители и жена Рузанна с сыновьями. И хотя от родной Армении семью Галаян отделяет не одна тысяча километров, Хантамансийск уже давно стал для них вторым домом, который они вряд ли покинут. Я самый богатый человек, потому что, слава Богу, мои родители рядом со мной, они живы и здоровы. У меня прекрасная семья. Двое детей, жду третьего. Любимая жена. Что надо для счастья? Вот все, что надо, все у меня есть. И слава Богу. Заботиться о семье, работать почти без выходных и заниматься благотворительностью нелегко. Но под силу тому, кто этого искренне хочет. И какие бы преграды не стояли на пути у Владимира Галаяна, он и дальше будет жить по велению сердца. Словно это голоса его предков ведут за собой, помогая не свернуть с верной дороги. Редактор субтитров А.Семкин